Днепровские полицейские зарабатывали проще и больше. В судно правили дело против подполковника майора и еще двух стражей порядка. Их обвиняют в разбое на 2 миллиона долларов. Вместо того, чтобы ловить воров, они грабили их. Жили на широкую ногу, купили квартиры и элитные машины. Как все было, далее в материале. Эта женщина-предприниматель не показывает лицо. Рассказывает, накопила большую сумму денег и драгоценностей, отдала подруге на хранение. Банки лупаются, побоялась содержать. Это в общей сложности 1 миллион 420 тысяч долларов, 150 тысяч евро. И золотые мои украшения, бриллианты. Подруга Ирины хранила деньги в выгребной яме. В сарае хранялись сторожевые собаки. Но деньги из тайника все равно пропали. После ссоры их забрал муж женщины и скрылся. Женщина обратилась в полицию. Приехал куцман Андрей Евгеньевич. Он спрашивал, какая была сумма денег, какое было золото. Какие были камни в этом золоте. Похитителя полицейские нашли. Они пришли к нему в штатском. Не представляясь, заломали руки и уложили на пол. У меня не такие, говорят, кололися. Давай, где вы закопали деньги, признавайся. Или сейчас начнем с брата, а закончим с семьей. Под пытками мужчина отдал сумку с деньгами. Полицейские, угрожая, посоветовали ему исчезнуть. Пять пачек по соткам бросили. Это вам на первое время будет достаточно. Забудьте за автобусы, за станции. Все, добирайтесь. Как хотите, но чтобы вас тут не было. Три месяца напуганный мужчина был в бегах. Потом позвонил домой. Оказалось, все деньги и золото полицейские забрали себе. Тогда семья обратилась в прокуратуру. Дело днепровских полицейских ради объективности расследовали в соседней Харьковской области. Перед судом предстанут четверо. На данный час у нас есть два криминальных проведения, что до двух работников, которые затриманы. И, согласно с решением суду, находятся на запобежном заходе в виде тримания под вартою, то есть в следственном изоляторе. А еще двое, оскільки у следствия есть информация, что они переховываются от органов следствия на территориях темчасово неподконтрольном Украине. Что до них распечатана процедура заочного судочинства. За разбой, превышение служебных полномочий и вымогательство взятки полицейским грозит до 15 лет тюрьмы. Лина Зеленская, Светлана Шекера, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер.